Институт математики и механики возглавил новый руководитель. Как не сесть в тюрьму за репост? Выпускники КФУ устраиваются работать в ТАТ-нефть. Ректор КФУ встретился с ректором Католического университета Петерой Пазмани. Подробности прямо сейчас. Расвитию международных отношений в Казанском университете уделяют особое внимание. Совсем недавно завершился рабочий визит Ильшата Гафурова в Японию. А уже 15 октября тему международной коллаборации и обмена студентами обсуждали в рамках Мадьярского симпозиума. Поводом для начала переговоров ректора КФУ и ректора Католического университета Петера Пазмани стало подписание соглашения о сотрудничестве. Во время встречи было определено сразу три направления. Это обмен студентами и научные проекты, обучение в венгерских университетах и совместный доступ студентов и сотрудников университетов к библиотечным фондам обоих вузов. Венгерская сторона готова предложить не только свою базу знаний, но и услуги национальной библиотеки. Аделья Шамилова, Универньюс. Впервые за всю историю Казанского университета одно из математических подразделений вуза возглавила женщина. Подробности расскажет наш корреспондент. Екатерина Турилова всю свою сознательную жизнь провела в Казанском университете от учебы до работы на кафедре. Поэтому проблемы математического направления знакомы ей изнутри. Именно это и подтолкнуло ее на выдвижение своей кандидатуры в исполняющие директора Института математики и механики имени Лобачевского КФУ. Кстати, при выборе рассматривались несколько кандидатур, но именно утвержденный кандидат Екатерина Турилова продемонстрировала наиболее четкое видение стратегии развития Института. Мне кажется, что это классическая проблема для математики в современном мире. Далеко не все понимают, кому и зачем нужна математика, но значит наша задача постараться объяснить это и, так сказать, общество в целом. Пусть это звучит несколько пафосно, но тем не менее это так. К слову, это первый случай, когда математиками Казанского университета на уровне директора будет руководить женщина. К тому же, по словам ректора КФУ Ильшата Гафурова, ни в одном подразделении такой чистоты смены руководства не было. Сегодня мы должны с вами принять нового человека в качестве исполняющего обязанности директора. Она находится рядом с нами, это выпускница нашей сегодня заведующей кафедры. Самое главное, у будущего директора есть огромное желание работать и попробовать расплатить искорительность. Насколько это получится, зависит от всех нас, от вас прежде всего. Что касается бывшего директора подразделения Максима Хромченкова, то он продолжит работать в Казанском университете в исследовательских проектах. Аделя Шамилова, Ленардо Влетяров, Универа Ньюс. Руководитель пресс-службы президента Республики Татарстан провел мастер-класс для студентов КФУ и показал на личном примере, каким должен быть журналист. Мастер-класс Эдуардом Хайрульным, руководителем пресс-службы президента Республики Татарстан, начисался с приветственных аплодисментов студентов, которые очень ждали этой встречи. Эдуард Хайрульин рассказал о том, как начинал карьеру журналиста, какова была его роль на федеральных каналах уже после, когда он стал работать в одной команде с главой Республики Татарстан. Кажется, мне я больше сам хочу узнать, что их беспокоит, что они хотят знать, и что волнует будущих журналистов, насколько им интересно это дело. И поэтому тут моя функция скорее узнать, посмотреть в глаза и просто поговорить. В конце встречи студенты поинтересовались у спикера, как попасть на ведущие телеканалы и стать выдающимся специалистом. Регина Насибольна, Леонард Аблетьяров, Универньюс. Статьи об экстремизме, оскорблении чувств верующих, возбуждении вражды сегодня вызывают множество споров. Как сохранить свою безопасность в сети и не нарушить закон в нашем сюжете. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета состоялось заседание телевизионного дискуссионного клуба на тему «Как не сеть за репост». В рамках дискуссии были обсуждены статьи об оскорблении чувств верующих, о призыве к экстремистской деятельности и возбуждении ненависти либо вражды, в особенности их применения по различным нарушениям в интернете. Качество написанных и действующих сегодня законов, оно оставляет желать лучшего. Настолько все размыто, настолько все непонятно, надо по-другому сегодня формировать и законы, и формулировки. Большое внимание было уделено статье 282-й. Возбуждение ненависти либо вражды и унижение человеческого достоинства. Для возбуждения вражды нужно, чтобы было противопоставление, в которых одни хорошие, а другие плохие. Если это противопоставление есть, любой лингвист вам скажет, что здесь есть возбуждение вражды. Также был обсужден законопроект об отмене уголовной ответственности за репосты в интернете, внесенные в Государственную Думу. Что касается развития нашего уголовного законодательства, поскольку речь идет о том, куда идет в целом уголовное законодательство, в отношении, в частности, этой статьи, и в отношении практики применения, то сейчас, как мы видим по проекту, если он будет принят до конца, и как мы видим по тем изменениям, то мы идем в сторону гуманизации на данном этапе. В Казанском федеральном университете обсуждали международное сотрудничество в практике преподавания и обучения в системе высшего образования в странах Евросоюза, России и Китая. Это стало возможным благодаря состоявшейся международной конференции. Подробнее о ней расскажет Анна Голзунова. В Институте психологии и образования Казанского федерального университета состоялась научно-практическая конференция «Исследование международного сотрудничества в практике преподавания и обучения в системе высшего образования». Программа «Эразмус плюс» посвящена совершенствованию практики преподавания высшей школы в странах России и Китая. Идея главного проекта – ускорить этот процесс перехода в Булонскую систему в Китае и в России улучшить по примеру европейских стран. С приветственным словом выступил первый заместитель министра образования и науки Республики Татарстана Андрей Поминов. На конференции планируется ознакомление с практикой преподавания и обучения в системе высшего образования за рубежом, обмен образовательными технологиями, материалами, опытом работы между всеми участниками и многое другое. Анна Голзунова, Владимир Нелюбин, Универньюз. КФУ и ПАО «Татнефть» работают плечом к плечу уже не первое десятилетие. Какова дальнейшая судьба такого сотрудничества, расскажет наш корреспондент. Ученые приоритетного направления «Эко-нефть» и специалисты ПАО «Татнефть» существенно расширили число и масштабы совместных проектов и научных исследований. Одной из стратегических задач «Эко-нефть» является поиск и разработка инновационных идей и технологий, с их последующим внедрением в производство. Большие надежды в этом вопросе «Татнефть» возлагает именно на сотрудничество с Казанским федеральным университетом. Сегодня в КФУ созданы уникальные условия. Это и современные лаборатории, и квалифицированные специалисты, которые обучились в зарубежных вузах, и партнеры, возможности которых можно использовать в рамках совместной работы. Речь идет не только об исследованиях, но и об образовательных проектах. Необходимо постоянно повышать уровень компетенций сотрудников, в особенности в такой быстро развивающейся отрасли, как нефтегазовая. Именно поэтому в КФУ работает целый зал от компании «Татнефть». Это зал «Татнефть» в Казанском геологическом музее. Он создан в 2012 году для того, чтобы студенты видели, что в настоящее время происходит в этой организации. В своем интервью руководитель приоритетного направления «Эконефть» рассказал, в каком направлении сейчас движется сотрудничество «Эконефти» с «Татнефтью». Сегодня компания «Татнефть» уже внедряет некоторые результаты совместной деятельности. В этом году планируется пилотное испытание катализаторов для подземной переработки нефти на объектах как раз компании. Кроме этого, Казанский университет разработал ряд устройств, ряд технологий по мониторингу. И совместно с компанией «Татнефть» эти результаты применяются для оптимизации и повышения эффективности разработки залежей тяжелых углеводородов. Аделья Шамилова, Владимир Нелюбин, Универ Ньюс. На этом все на сегодня. Не забывайте следить за нами в социальных сетях, чтобы узнавать обо всех событиях первыми. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok